Заметки электрика ДЦ это у нас вид охлаждения То есть в данном случае это у нас принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла Следующая буква Н это у нас с регулированным напряжением под нагрузкой, то есть РПН И последняя буква Б это у нас обозначает, что он предназначен для питания полупроводниковых выпрямительных агрегатов Ну и как я уже сказал, типовая мощность у него составляет 50 тысяч квад И ниже в таблице указано напряжение сетевой обмотки, напряжение вентильной обмотки, климатическое исполнение и так далее Ну это сам непосредственно бак трансформатора, расширитель С боковой стенки установлен шкаф автоматического охлаждения трансформатора ШАУТЭ Где собрана вся автоматика по контролю температуры трансформатора Включению той или иной ступени при его нагреве Это как раз таки выводы вентильных обмоток трансформатора В цепь еще подключаются полупроводниковые вентили Различные уравнительные и сглаживающие реакторы Сложные схемы преобразования применяются в тех случаях, когда необходимо уменьшить пульсации выпрямленного напряжения и тока Это у нас привод переключения РПН В данном случае у нас применяется привод ПМ2М Данный трансформатор имеет 25 ступеней переключения обмоток по высокой стороне Ступенчатое регулирование напряжения под нагрузкой дает возможность регулирования напряжения без перерыва питания и отключения обмоток от сети Чаще всего в таких трансформаторах применяются в основном переключающие устройства с токоограничивающим резистором типа РНТА В переключающих устройствах типа РНТА для разрыва электрической дуги применяются контакторы с вакуумными дуговыми камерами ВДК И устройства выполняются погруженными в масло и устанавливаются непосредственно в бак трансформатора Количество переключений у них, ресурс по переключению у них составляет примерно около 80-100 тысяч переключений КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему разобрали данный трансформатор? Сработала защита, трансформатор повезли на обследование, на испытание. Ну и уже во время испытания выявился факт, что не соответствует хроническое сопротивление постоянному току обмоток. В связи с чем была дана команда на его разборку и поиск причины неисправности, так сказать. После разборки трансформатора, демонтажа переключающего устройства, была все-таки обнаружена неисправность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как эта гайка оказалась внутри трансформатора, я думаю, вы примерно догадываетесь, что когда-то кто-то случайным образом мог ее обронить в бак. Ну, делали какой-то ремонт, но случайным образом эта гаечка попала в бак. Дальше она там находилась какое-то время в свободном плавании, и однажды примкнула непосредственно к виткам нашей, вот одной из обмоток трансформатора. Естественно, после этого необходим демонтаж этой обмотки, а для этого необходимо провести расшихтовку магнитопровода. Сейчас я вам покажу еще тут немножко частично фрагменты, как происходила расшихтовка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правая, которая будет, то есть, нет. Нет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ В общем, вот такая вот история с трассарматором, в которой мне удалось поучаствовать. Если у вас есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, спрашивайте об этом в комментариях. Если что-то непонятно, я вам дам пояснение. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!